Для представителей всех кидроспорта, за исключением, быть может, ряда игровых дисциплин и профессионального бокса, чемпионат мира является главным стартом сезона, конечно, если в тот год не проводятся Олимпийские игры. Но, как известно, летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро состоится только в 2016 году, посему главенствующее положение мирового форума в Москве для гребцов в 2014 году не подлежит сомнению. Кадры этой регаты вы как раз-таки и видите на своих экранах, и приятно отметить, что все три воспитанника с Дюшор-Жемчужной Полесье, Дмитрий Рябченко, Денис Горожа и Камила Бубр, завоевали награды серебряные этого самого значимого состязания сезона. Хотя для той же Камилы Бубра и группы женского кануэ сезон этот начинался ой как непросто. Сезон начался немножко неудачно, Камила приболела, были проблемы, были проблемы и у других спортсменов, но работу выполняли в полном объеме и по индивидуальному плану, то есть как бы настраивались на сезон, на весь сезон, чтобы от начала до конца выступили. То есть к нам это удалось. К счастью, по ходу сезона жемчужинки только набирали обороты, и уже на этапе Кубка мира в чешском городе Рачице Анастасия Корбачева вместе с Жанной Туровец заняли второе место в двойке на дистанции 500 метров. Конечно, радовался успеху, но могли бы выступить и лучше, но так сложились погодные условия, и это же соревнования. Следующей вершиной для грибцов в дешор жемчужной полесье стала европейская пеница среди юношей и девушек, где Алексей Кришнев стал серебряным призером в лодке четверки, а Камила Боборс, гомельчанка Дарина Костюченко уверенно заняла первое место. Безусловно, я доволен этим дуэтом. Они подтвердили свой высочайший класс. В том году они заняли золото на чемпионате мира, а в этом году были на Европе первые и на мире тоже до 23 лет, ну до 18 лет. Безусловно, эти все результаты и прошлогодние, и нынешние позволили выступить и в этом году успешно, и также на взрослом чемпионате мира завоевали серебро, то есть подтвердили свой высочайший класс. После Европейского форума была и победа дуэта Костюченко-Бобр и на юниорском чемпионате мира, а позже и серебро взрослого состязания, которое, как мы уже сказали, проходило в Москве на прекрасном грибном канале «Крылатская». В целом, вторым местом своей воспитанницы Павел Игоревич удовлетворен, хотя некоторая досада от упущенной победы тоже присутствует. Ведь белорусский дуэт почти всю дистанцию лидировал, а вот в самом конце опытные венгерки все-таки смогли выйти вперед и пересечь финишный створ первыми. И сразу после московского чемпионата мира для Камилы Бубар и Павла Игоревича наступило время следующего старта. И какого? Вторые летние юношеские олимпийские игры в Нанкине. И там, напомню, Мудрогель возглавлял нашу олимпийскую делегацию байдаршников и канаистов. И его подопечные установили рекорд, который можно только повторить. Побить невозможно. Две золотые медали из двух возможных. Конечно, довольны, потому что соревнования проходили в Китае, в Нанкине. То есть сам Китай, самые эти масштабы эти были в восторге. Сама организация, как детей встречали, как проводили они время. То есть было все на высоком уровне. То есть ребята собрались, не подвели, в нужный момент показали свою очередь. Кроме Камилы Бубар, которая убедительно выиграла гонку в кану одиночке, первое место занял и другой мазырянин Станислав Дайнека. А что до Павла Игоревича, то его, как и его воспитанницу, ждала целая вереница торжественных приемов, награждений. Но, думаю, этот еще молодой, но уже достаточно опытный специалист из Дюшор-Жемчужного полейса с честью пройдет испытания медными трубами. И его воспитанники, среди которых есть и другие способные ребята, такие как Юрий Мазанович, Евгений Рычков, Ника Хромейская, сестра Камилы Бубра-Снежана, еще не раз и не два поднимутся на вершину педестала почета самых престижных соревнований. Мир гребен на байдарках и каноэ.